здравствуйте друзья доброе утро хотя уже может быть пол двенадцатого мы находимся в городке под названием ватсонвилл это в некоторые близости от санта-круз минут 20 там уехали от санта-круз немножко дальше по хайвее там будет монтерей там всякие дела в общем такая часть северной калифорнии которая находится на океане и ватсонвилл по-своему примечательное место он немножко находится в стороне от кремниевой долины хотя здесь много людей проживает которые ездят каждый день я не знаю сколько времени у них занимает может быть часа полтора на работу откуда они в сан-хосе но но мы знаем таких людей они здесь селиться здесь уютно здесь намного намного дешевле чем в кремниевой долине и у нас сегодня будет тур такой по ватсонвиллу который нам даст наташа наташа живет 20 или вы видели ее пару раз у нас на канал на канале мы пойдем к океану посмотрим как тут пляж какой мы пойдем в пару парков и в принципе поговорим наташ нам много чего расскажет о городе и это наша не последняя поездка в ватсонвилл мы еще тут будем периодически появляться и может быть мы на какие-то open house сходим чтобы могли посмотреть почем чего вот и мы через буквально пару минут приедем в тот комплекс где наташа проживает вот а сейчас мы буквально в минуте езды от хайвея номер один есть такой вдоль океана идет буквально вот мы пары пару минут и вы сейчас посмотрите на такую маленькую комьюнити где наташа живет там очень мило здесь тоже очень мило да да и я просто к чему говорю что мы будем проезжать через эту комьюнити а здесь кстати тоже да вот справа такая смесь симпатична вот и там домики вот я когда-то смотрел на на зилу если к веб-сайт зилу датком и там видно какие дома почем ну так приблизительно вот это комьюнити я думаю что вот эти тоже где вот мы сейчас проезжаем там домики были по полмиллиона то есть вы скажете ничего себе полмиллиона я скажу конечно но это не полтора и не два и не три как это стоило бы например в кремниевой долине поэтому здесь существенно дешевле вот но если в долине работать то будешь каждый день значит кататься в трафике ну я не значит трафика ну наверное какой-то трафик ездить надо раньше вставать там ездить люди ездят подумай как люди в нью-йорке ездят у тех кто работает на манхэттене они совершенно нормально ездят там по полтора часа в конец еще там на этой серии там такая баржа на которой с машинами люди переживают такое ощущение что вы проскочили до проскочили но ничего страшного мы сейчас показываем показываем красоту немножко мы проскочили да на моем навигаторе было непонятно да это довольно большая такая комьюнити да вот где наташа проживает это это все остается ну во всяком случае это как бы все таким единым комплексом на право что ли сейчас ну да кстати не очевидно не очевидно по навигатору теперь налево вот друзья мы снова за рулем наталья она сзади меня но вы все равно не видите я вижу да да они нас не видят наши зрители так наталья с одной стороны этой командой с другой стороны рассказывай где мы тут вообще что происходит вообще что это за место где мы сейчас это город ватсанвилл так и здесь в основном проживает огромное население мексиканцев которые работают на полях оба то есть скажем хорошие школы здесь там с десятками это редкость да 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 я не могу сказать что они плохие потому что школам выделяется очень много денег право лево прямо право на воспитание и на обучение детей этих и потом что получается еще этот город он построен долине долина называется пахар валы который переводится мексиканская долина птиц птичьи долина здесь очень много было птицы раньше да и сейчас их много бывает межсезонья когда перелеты из-за озер которые туда же они здесь зимуют и вообще так было прямо туда по кругу прямо и получается очень много птиц и мы сегодня поедем на озеро где вот справа чудо на какой-то зерцов а это вот после дождей залила мучилась ну да а было что-то а это застройка новая планируется представляешь если построить дома и вот эта вода будет такая и куда бы дальше мимо складов каких-то так направо поворачиваем и прямо приедем на пляже улица называется west beach до пляжная западно пляжная а мы друзья больше на западе правильно так чем знаменитого цены белка ну я не знаю рассказывал и своим этим зрителям зрителям слушателям о том что в америке каждый город выращивает что-то особенное здесь нет такого в одном городе и луки картошку и капусту ватсанвилл специализируется на клубнике и получается клубнику эту выращивать для всей америки ее можно купить и во флориде и в чикаго как бы не сотен везде это все наше это наша ватсанвиллская клубника и может быть почему она здесь выращивается потому что очень мягкий климат и много мексиканцев ну да конечно они прикладывают свои силы для выращивания может быть у них даже есть какой-то там такой очень странный домик такой странный дом старинный дом который вот сейчас кто-то купил на реставрации будет я знаю что люди берут гранты для того чтобы реставрировать такие дома это один из образцов а раньше фермер архитектуры такой же мы по дороге к пляжу едем по полям я чувствую я уже чувствую себя колхозником немножко ты смотри как слева такое растение нет нет это что-то не может быть целое поле сорняка нет нет это какая-то травка да а справа тут распахана скоро чего-нибудь посадят наверно клубничку до дать мне это напоминает знаменитую фразу огородами огородами котовскому вот так одну этот значит огородами огородами и на пляже закрывает пленкой вот тут есть процесс да да закрывает пленкой видно видно слева это клубничные поля трубочки орошения да а справа тоже смотрю вот тут такая ну как сказать штукенция это явно связано с водой по моему должна быть такая цементированная цементированный столб большой так раньше его использовали для полива полей потому что ставили туда бак с водой и он под давлением ну естественно водонапорная башня но так она понимаешь как никак башня просто такой какой-то столб стоит и все на него ставили каждый свою цистерну не так как у нас вот это делали водонапорную башню столб и потом строится сразу цистерна здесь вот просто как такая площадка вот видите вот справа там такая тележка как бы и на ней 4 туалетика стоят такие вот не то что вот мы привыкли в детстве как стихотворение вышел в опале там по большому и далеко тебя видать вот здесь тебя далеко не видать издалека видать только туалет а кто с ним туда зашел и зачем именно зашел это уже как бы остается за стеной а что-то мне не нравится то что мы стоим такое ощущение что вот в одну сторону можно а в другую нет там перед ней перед ней много других машин то есть мы на дороге по дороге к пляжу нет пошло там пошло движение видимо написано вот и ресурсы центр water пахара валы до water management agency так хватает им воды на сельское хозяйство то на сельское хозяйство как говорили вы экономьте экономьте так и у вас точно в этом палате вот клубничка и помимо этого вот я обрати внимание что между клубниками еще пока стоит у нас уже суп это дождей думаешь и в каждом городе проводится 1 году фестиваль в нашем городе проводится клубничный фестиваль так раз в чем он состоит в чем состоит но приезжают всякие арт привозят свои изделия частный марган газа и плюс к этому конечно все ремонтируют дорогу скажи пожалуйста а в чем клубничность фестиваль это может быть клубничка там продают из клубники разные виды вот так по виду а потом всякие десерты вот свежая клубника такие что не купишь обычно в магазине есть такие что в магазине не купишь конечно да и это вот какая гелрой столица чеснока за и у них есть чесночный фестиваль даром бывали бывали с ночное мороженое ели ели друзья насколько разумнее мороженое с клубникой чем мороженое с чесноком вот согласитесь хотя на сказать что чесночное мороженое вполне употребляется и пахнет чесноком пахнет через такую это хороший запах здоровый пахнет может быть а сколько вот какой-то немножко острова тенький вкус не просто сладкий да потому что обычно мороженое сахарное сладкое а тут вот чуть-чуть чувство так у вас там есть клубничное мороженое да конечно слушай так а есть какая-то вот статистика демографическая что вот поделиться с нашим зрителям я бы они могут там на гугле пойти и посмотреть но в без гугла вот что у нас там с населением около 50 тысяч населения так и сколько из них испаноязычного я даже не знаю если видно или нет с левой стороны вон летит дельтаплан или нет да да там дельтаплан но его не видно да кто-то снизу болтается так интересно но электрический не такой мне кажется это не дельтаплан на это эти самые как они что дельтаплан не что-то люди там а там человек до ремонтируют дельтаплан я вам не показываю камеры со статическим фокусом смотрит на дорогу крутить вертеть ей очень тяжело меня что удивляет что все таки вот такая дорога посреди клубничных полей то что я даже побила дождем я тоже не не так поражаюсь но откуда здесь столько движения резорт курорт впереди ладно то есть если с пляжа например можно с сбегать там за клубничкой друзья я не припомню что мы когда-то вот так с вами ехали проселкам промеж полей в кремниевой долине есть улица которая так и называется промеж полей мидлфилд называется улица но там этих филдов уже много лет нету а просто люди живут дома стоят такие город городской пейзаж а так как улица называется вот так толку никакого мысли полей до сельсхозяйственное видно что клубники относятся с уважением друзья более много и это малая толика того что тут вокруг это только в сторону океана а если вот в сторону от океана вот там все и начинается такая из пятидесяти тысяч населения наташа какой процент платиность неизвестно вот вот этот металлический столб морем понял да это не работа до на котором вода стояла хорошо но они как бы мирные такие хорошие или есть какие-то гэнкс там краем какой то есть но как бы ватсанвилл не считается самым опасным уронили ящик клубники друзья да вот клубники а клубника сейчас что у нас февраль март уже начался но я думаю где то есть еще клубник конечно есть она круглый год да поэтому эти поля посадили новые они каждую порцию ее пересаживает почему потому что если пересаживать размер клубники не решается с каждым годом а клубника такая здесь размером с маленькое яблочко ну поливает поливает райское райское яблочко решили полить мало дождя действительно да прямо все прямо прямо на резорт вот по харадюнсу саус да так вот эвкалиптовая роща где где эвкалиптовая роща и не вдоль дороги он там да 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 так мы туда на парковку сейчас можно на парковку или можно вот здесь припарковаться бесплатно сейчас по моему не сезон можно и там и парковаться где там парковки поехали на большую карту а то есть по идее в этом окне должны были бы деньги собирать да написано что платная зона должен где-то саморегистрироваться как мы тебя не будем тут деньги брать сам регистрируйся и плати и где же написано вот плати тут столбик стоял как интересно давайте встанем и сама зарегистрируемся вот ну что свет гряд ли это сорнячок это какой-то цветочек вообще-то называется заячья капуста как что что за и чей заячья капуста о как ладно пошли 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 на выход так вот интересный жим встанем и